МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ждет вас сегодня в выпуске. Избили и скрылись. Отец двукратного чемпиона ММА Магомеда Юнисилау скончался в результате стычки с полицейскими в Подмосковье. Бросаем мусор, где хочу, или очередная незаконная свалка? Как боролись с мусорной горой в Маграмкенском районе сотрудники Россельхознадзора? Смотрите сегодня в выпуске. Олимпийские чемпионы и бойцы UFC сошлись на одном ковре. В Махачкале прошел второй турнир по рэкболу. Следователи разберутся в убийстве в подмосковном Орехово-Зуево. Напомним, там накануне трое полицейских избили 47-летнего отца двукратного чемпиона ММА Магомеда Юнисилау. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Конфликт начался еще на улице. Мужчина пытался спрятаться от нападавших в аптеке, но это не помогло. Стражи порядка продолжили носить удары прямо на глазах у фармацевтов. Намерение свидетелей вызвать полицию их не остановило. Они заявили, что и сами работают в органах. Вот только теперь будут уволены. Уже назначено проведение служебной проверки, по результатам которой преступников привлекут к уголовной ответственности. Ну а в отличие от своих подмосковных коллег, дагестанские полицейские, напротив, спасли человеку жизнь. Старший сержант Казбековского РОВД Тимур Идрисов оказался рядом с мужчиной, который потерял сознание в мечети и не растерялся. Подробности в сюжете Пасьмат Ханаповой. Ребята, очень меня отворили. Вы меня спасали. Спасибо. Это Сайбла Тимиркаев искренне благодарит своего спасителя. Мужчина еле сдерживает эмоции. Эта встреча как для него, так и для сержанта полиции – один из волнительных и важных моментов жизни. Сам Тимур Идрисов считает, что ничего особенного в данном поступке нет. Скромно признается, это его гражданский и профессиональный долг – помочь тем, кто попал в беду. Длительное время не вышел с мечети. Что-то мне показалось, что, может, что-нибудь случилось с ним. Просто зашел посмотреть. Он, где комната, на омолене, он лежит там белый, мокрый весь. Как не показал у него приступ. Затем Тимур Войниц, пострадавшего в коридор, сделал непрямой массаж сердца и после оказания первой медицинской помощи вызвал скорую. По словам врачей, если бы полицейский вовремя не оказался рядом, исход мог бы быть печальным. Пульс пошупал, он увидел, что он тяжелый, быстренько вызвал скорую помощь. Хорошо, что так оперативно все отреагировали. Если бы, конечно, задержались бы с оказанием помощи, как-то не вовремя увидели бы его, чем это закончилось бы, конечно, это могло закончиться и плачевно. За оказанную помощь Тимура благодарит не только сам Сайбула Тимиркаев, но и его близкие. Для сына мужчины весть о произошедшем стала полной неожиданностью. Но Хабибулла был приятно удивлен тому, что в этот момент рядом с отцом оказался внимательный и неравнодушный человек. Хочу поблагодарить сотрудников полиции ОМВД России по Козелковскому району. То, что вы сделали с отцением моего отца, это заслуживает особого внимания и благодарности. Ваш поступок неоценим для нас, для родных и близких. Отметим, что позже в больнице пострадавшему диагностировали кардиологическое заболевание. В настоящее время жизни пожилого мужчины ничего не угрожает. Патимат Ханнапова, Дауд Гасанов, при содействии МВД Дагестана. Рабочая группа МВД Азербайджанской республики посетила Дагестан. С делегацией в Дзербенте встретились главный полицейский СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов. Главными темами обсуждения на встречу стали сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью, коррупцией и нелегальной миграцией. Собравшиеся обменялись мнениями о том, как оперативно и качественно противостоять существующим вызовам и угрозам. В завершение заседания стороны подписали протокол о дальнейшем взаимодействии. Дагестан в лидерах по продолжительности жизни среди регионов страны. Такие данные были озвучены на коллегии Минздрава России. Средний показатель – 78 лет, тогда как в целом по России в среднем живут 72 года. Исторического минимума достигла и младенческая смертность, прежде всего за счет программы масштабного строительства перинатальных центров. Незаконная свалка бытовых отходов выявлена в Маграмкенском районе. Сотрудники Россельхознадзора провели выездной рейд. Установлено, что сельхозугодия не используются по назначению. Они заросли сорной растительностью и стали местом складирования мусора. Добавок ко всему, доступ к территорию имеют бродячие животные. А мусор ветром разлетается по всей округе, что может стать причиной распространения различных инфекционных заболеваний. В числе прочего, на данном участке также разлагаются биологические отходы, останки сельскохозяйственных животных и птиц. По данному факту возбуждено административное дело. Будут приняты соответствующие меры. 370 лет пожарной охране. На базе дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России прошли соревнования, приуроченные к знаменательной дате. Участники преодолевали полосу препятствий, эвакуировали пострадавших, также демонстрировали боевое развертывание. Условия максимально приближены к реальным. За всем наблюдали строгие судьи. Личный состав пожарно-спасательных подразделений показал хорошую профессиональную физическую подготовку. Команды, занявшие призовые места, были награждены почетными грамотами и медалями. Жесткая силовая борьба, пробежка с мячом, разрешен контакт и даже захваты руками. В Махачкале состоялся второй турнир по рэкболу. В соревнования собрали 13 команд, представляющих самые известные спортивные школы Дагестана. Все подробности у Курбана Рагимова. Олимпийские чемпионы и бойцы ММА на одном ковре. Симбиоз рэкби, баскетбола и борьбы знаком спортсменам не понаслышке. Рэкбол входит в программу тренировок единоборцев, но с недавних пор стал набирать популярность как отдельный вид спорта. Сегодня в каждом зале уже есть команды городские, которые играют очень активно. Начиная с депутатов народного собрания, городского собрания. Разные люди солидные, именитые спортсмены. Обычно они собираются и играют. Эта игра уже в народе есть, она народная игра. И собрать их не было тяжело, все охотно согласились. Командная игра, где можно проявить не только тактику, но и физическую силу, пришла с дагестанцем по душе. Задача здесь предельно проста – закинуть мяч в корзину. Два тайма по 10 минут без компромиссной борьбы. Проигравшая пятерка отправляется в группу «Б». Фавориты продолжают путь к наградам. Слабых команд даже нет здесь, поэтому на каждую игру будем настраиваться. Сейчас осталось 4-5 команд. Сейчас посмотрим, как пойдет. Еще мы не знаем, кто кого выиграет, поэтому настроены только на победу. Вот видите, столько ребят мы еще, кого не видели, с кого здесь объединились, и друг друга поздравляют, увидятся, побороться за мяч. Поэтому такой небольшой настрой ребят, она очень сплачивает ребят, поэтому она очень нужна. Привлек рэкбол внимание и иностранных борцов, прибывающих в Дагестане на сборах перед Алиевским турниром. Свои составы заявили команды Германии и Доминиканской республики. Немцы в итоге поделили бронзу со школой Али Алиева. А вот первое место досталось команде воспитанников Абдулманапа Нурмагомедова. В финале они победили у прошлогодних чемпионов из Хасавюрта. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Такие были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok